Внимание, внимание, говорит и показывает Москва, говорит и показывает Москва. Сегодня на добром старом московском стадионе Динамо большой футбольный праздник. С некоторой грустью, так сказать, но все-таки футбольный праздник. Футбол прощается великолепным вратарем одним из лучших спортсменов бывшего Советского Союза Ренатом Досаевым. Это его прощальный матч. И вот поколение Рената Досаева, перед вами игроки сборной команды Советского Союза образца 1988 года. Буряк и Блохин только что были. Через минуту они появятся на футбольном зеленом газоне стадиона Динамо и начнется этот удивительный матч. Таких матчей было немного у нас. Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер всем, кто пришел сегодня на старейший стадион нашей страны, стадион Динамо. Сегодня, 23 сентября 1998 года, будут снимать прощальные памятные фото, фото, которые могут сохраниться, может быть, и навеки, не только в семьях футболистов и коллег, а и в семьях болельщиков, фанатов футбола, любителей спорта и, в первую очередь, поклонников и любителей самого лучшего вида спорта, не в обиду другим видам футбола, самого массового, самого зрелищного, когда 5 миллиардов населения планеты в один день могут смотреть все. Футбольный матч. Такого не бывает. Это только с футболом. Итак, прощальный матч Рената Досаева. Я должен сказать, что он несколько раз оказывался под срывом. Одни спонсоры уходили, приходили другие, но добрых людей оказалось больше, гораздо больше, чем тех, кто, ну, не захотел вкладывать свои деньги в такое неясное совсем-то дело. И вот несколько организаций, в первую очередь, хочется отметить, «Адидас», «Сникерс», «Трансайро», «Казино Космос», «Уренго» и «Газпром», и много-много организаций, и, в первую очередь, главным организаторам, которые возглавили и до конца бились за это дело. Встречу судят. Судья в поле рефери ФИФА Сергей Хусаинов. Помощники, ассистенты ФИФА Сергей Французов и Сергей Мартынов. Резервный судья, арбитр России Александр Чеботарев. Все из Москвы. Я об этом с вами говорил. И так о главных героях создания этого матча, что он состоялся, вопреки трудностям, вопреки тому, что надо было прилетать футболистов из Америки, из Европы, многих стран Европы. И все-таки команды собрались. И сегодня даже в газете, вот в «Спортэкспресс» было написано, что, видимо, Василий Рац не успеет прилететь из Венгрии. Нет. Вася прилетел вовремя. Команды. Он пошел в Испанию. Долго играл в Испании. Вроде бы прижился. Опасное положение. Удар по ротам. И после острой атаки Ренат Досаев снова демонстрирует свое, ну, можно сказать, неуядаемое мастерство. Вот посмотрите, какая атака Хедия Тулин чуть-чуть нарушил. И вот удар по ротам. Досаев падает в один угол. Все-таки сумел среагировать из другого угла. Рукой отбить мяч. А потом линия обороны. До конца решила возможность все сборную клубу создать опасную. Опять атака. И опять все время с левым крылом. Как видите, правое крыло обороны. И тут действует Тимяненко. Я не хочу в адрес. Вот он. В адрес Тимяненко. И, конечно, молодые чаще атакуют. И бьют. Начали уже издали бить. Проверяя. Так, кстати, Ренат Досаев по-прежнему так же ловок. Ренат или нет? Нет, пока так. Суперкубок. Второй раз, правда, не смог. Суперкубок. Но кубок кубков завоевал и во второй раз. Опасная атака. Пас назад. Вот сейчас опасный удар. Гол. Да. Это красивая достокотовольная комбинация. Опять она начиналась. С левого крыла атаки сборной клубов. Остро атаковали. И мяч тоже, так сказать, пас чуть-чуть назад. Дальше 11-метровые отметки. Такой хлесткий удар. Низом. Ренат Досаев не тот, чтобы был закрыт. Что, так сказать, защитниками ничего не видел. Но оттуда среагировать было очень трудно. И как, если не Олег Веретенников забил мяч в ворота. Ну что ж, это Олегу Веретенникову не приплюсуется. Бомбардирское соревнование среди снайперов, бомбардиров, гуляторов. Как хотите, опасно сейчас атакуют ветераны. Но не удалось атаковать. Но гол есть гол. Тем более забитый Ренат Досаев. Может, это вообще будет последний гол. Который когда-либо забивали прославленному вратарю Ренату Досаеву. А может быть, нет. Вот сейчас тоже хорошая атака. Удар воротом. Чуть-чуть коснувшись. Перекладенный мяч уходит за воротами. Ну, как видите, сборная, впрочем, как и была на самом деле, составлена из футболистов киевского «Динамо». И второй гол. Напрасно я говорил, что это может быть последним голом. Преимущество сборной клубов России. Совершенно очевидно. В основном за счет скорости, за счет быстроты. За счет молодого. Мяч дарил Анатолий Калищев. Ну, и все. Сказано уже, я готовился сказать. Анатолий Калищев. Второй гол. 2-0. 2-0. Впереди футболисты сборной клубов России. Наверное, надо было оговаривать этот как-то иначе. Он Элькайера Ларсена выключил из игры. Блестячно сыграл против Зика. И Смолярика, польского. Замечательного нападающего. Вот это те футболисты, которых сдерживал в свое время. И задумка, хорошее желание. Продюсерский центр Вадима Дубровицкого благодарит официальных спонсоров сегодняшнего матча. Торговую марку Сникерс и Сопербан. Ой, молодец, Ренат. А это был удар не товарищского матча уходящего ветерана. Нет. Сильный удар. Еще один удар. И молодец. Ренат снова оказался на мишне. И посмотрите, какую атаку начал. Вот выигранная атака, выигранный ход в футболе. Современные вратари. Посмотрите, как это надо делать. Как это сделал сейчас Ренат. Не успел от штанги отлететь мяч. Он уже в атаку послал трех своих партнеров по линии. Средняя и одного из атакующей линии. Там Олег всегда на месте. Если что, если он будет нужен. Вот как-то помню, об этом говорили в Барселоне. И Лобановский Валерий Васильевич. И Бесков Константинович. И Нодар Фарсаданович. А Халкадзе. Вот и говорили, что быстрый пас вратаря. Вот как только получил, скажем. Это выигранная атака. Сколько хочешь, говори. И смотрят на то, что матч. Ну, такой матч. Во всяком случае. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Красивый гол. Ударом головой забил Максим Бузники. Вот он. Совсем. Ну, даже не худо. Я не знаю. Ходрок, что ли. Как хорошо он сделал. Смотрите. Мягко. Как говорили. Переадресовал. Вот как часто пишут. Посмотрите. Еще раз. Что хорошо. И этот пас хороший. Пяткой. И вот. Угол, который в данном этапе. То есть в данном моменте. Не был защищен. Тенгису Лаколизе перед матчем. Сказал мне, что я ничего не боюсь. Кроме веса своего. Если бы я сбросил килограммов 10. Я бы сыграл. Все это опыта. Вот опасная атака. Удар воротом. То есть рикошет такой. Молодец Сергей. Родионов. Все. Я очень активен. Вот. Паре с Малахиным. Так они были поставлены в начале. Вот матч остановлен. По-моему, наступает самая главная минута. Самая грустная. И торжественно грустная. Сказал бы так. Первый номер. Вот появились. Неоновая надпись появилась. Это Ринат Досаев. Он уходит с поля. Подходит к Филимонову. Он на поле пока. Он уходит с игры. Расцеловал молодого вратаря. С капитанской повязкой подходит Виктору Чанову. Своему другу, соратнику, коллеге. Можно и так. Таких репортажей мы слышим. И услышите новую ночь. Через воскресенье. Так, есть вот удар на ворота. Вот еще хорошо. Наконец такой бурт. И цельный удар. И вратарю Нигматуллину. Причусь подинестрируют. Ну, такой бурт. Все. О, еще один гол. Но нет. Штанга выручила. Ну, берег Ладина, скажем так. Ворота сборной ветеранов. И счет 3-0. Остался в сине. Вот это атака. И я перед началом матча. Все еще. Матча. Ну, сборная. Ой, можно забить. Куда? Ну. Какой-то был штурм в ворота. И трижды могли добиться успеха. Ветераны. Но не смог. Биланов смеется. Почти в пустые ворота. Ворота не мог забить Игорь Биланов. Некогда лучший футболиста Европы. Этот матч закончился со счетом 6-0 пользу футболистам. Вот образца этого. Вот который сейчас играет. Вот посмотрите. Еще раз. Один удар. Второй удар. Это Гаврилов. И помешали друг другу. Все-таки удар. И еще раз. Четырежды били по воротам. Я не знаю, тут честь больше, чести со стороны, чести защитникам сборной клуба России. Или неудачи линии атаки и средней линии футболистов команды ветеранов. Я не знаю. В общем, в случае, футбольный эпизод. Очень интересный, напряженный. Вот удар на Ворота. Штанга можно еще разлить. Что такое? Одиннадцатиметровый? Прекрасный удар. Прекрасный удар. Другой угол. Это Биланов или Гаврилов? Сейчас узнаем. Биланов поможет, да? Олег Биланов. Игорь Биланов просит. И вот состав. Значит, из тридвилистов. Ну, можно. Чуть запоздал Игорь сюда. Чуть-чуть. Хотя в этой паузе, в этом замахе ложном, был свой смысл. И хорошо скрытый. Вот, смотрите, пропускает. А может, и не смог. И вот. Вот опасное положение. Игорь может добиться еще разу. Ну, прямо во вратаря. Вот, смотрите, еще раз. Ну, прямо во вратаря. Еще раз. Ну, что ж. Если про Филимонова можно сказать, что он ни разу даже на одно колено не устал, то Нигматону приходится прыгать с одного угла в другой. Атака. Атака сборной клубов России. Правильно сделать сейчас. Там кто-то такой сомнительная ситуация. Что, может быть. Право, Чанов. Право, Чанов. Вот, пожалуйста. Какой уровень вратарского мастерства. И вот, Ромашингель. О-хо. Ромаш несколько. Прибавил в весе. Ой, опасное положение. Наверное, будет гол. Удар поворотом, Чанов. И гидирует. Правильно сейчас объявляют. Судеб. Что-то вроде 11 метров. Ну, Хусаинов. Я на стороне Хусаинова, если это имеет какое-либо значение. Надо дать поиграть, а не то убедиться на 4 мяча больше забьют, или на 3. В любых других матчах это важнее. В таких матчах, которые только удовольствие должны расставить зрителю. Можно бить. Судар на руках. Это вчерашний ювелир. Хорик Аганесиан. Хорик Аганесиан. Бил поворотом сильно, низом, в левый отратовый угол. И Нигматуллин показал свое недюжимое мастерство. Тут все было на высоте. И тот, кто бил, и тот, кто парировал туда. Или не пропустил, как хотите. Но вот для этих случаев... Вот, опасная позиция, Ромас. Удар ворота. Ну, тут уж высокий класс, когда я был продемонстрировал. Молодец. Молодец, Робил. Василий Рац. Можно сказать, это венгерский удар ворота Нигматуллиева. Или нет. Итак, футбольный праздник... Да. Закончился. Ринат Тассаев с честью проживший в футболе. С честью ушел из Бакчелла, Бакчелла Спорта. На этом мы заканчиваем передачу. Передача была организована радиоканалом. Бакчелла Спорта. Или вел передачу ваш старый знакомый котен Харатс.